Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но есть одно очень важное «но» в том плане, что мело мало кто делал. Вот, потому что здесь нужен фулл шкаф, замакшенный. Герой старый, герой чертовски старый. Нужен релик. Это, извините меня, как бы не самый простой бист сам по себе для того, чтобы делать рандомный релик на одного лоства Мелиодос. То есть это тоже сложно. Ультимейт старого, очень старого фестивального героя. Далеко не у всех максимальный шестой. Поэтому, а без шестого ультимейта, ну, Мелидос немного теряет свой валуев. Да, у него и все еще есть золотой инфект, который может очень быстро собраться. И очень неплохо на дамаж, скажем так, тем же самым неизвестным. Вот, потому что это будет противная тема. Но Мел, по большей части, выступает либо золотой инфект, либо рандомный очень быстрый суперприем. Либо он вообще бесполезен в пвп, особенно против нынешних неизвестных скелей и альбедо. Вот, поэтому объективно делать его, ну, я его использую на ГВ. В пвп я его практически не юзаю. И единственное, что его юзает, это смертельный поединок на адской сложности. Ну, носит неплохой дэмэдж. Он просто носит неплохой дэмэдж, и все от него. Ему, у него есть замены. Поэтому, на данный момент, Эларный Лост смотрится как самый слабый герой, среди всех, которые у нас сейчас будут представлены в нашем списке, ну, скажем так, черлисте Эларных героев. И да, я думаю, мы можем выдать Лост Вейну законное, почетное четвертое место с Хайбека. Да, это лично мое мнение, ребят, сорян. Если у вас другое мнение, пишите в комментарии. Мы можем в этом плане поговорить. Может, зрители зайдут, посмотрят, зайдут в комментарии, такие, ага, вот это может быть ролять. Так что, ребят, комментарии всегда открыты, можете чекать. Там, в принципе, всегда много народу, которые не согласны с моим мнением, либо же, которые согласны или поддерживают. Ну, в основном, не согласны. Это прикольная тема. Вот. Следующий герой, который я бы хотел бы, скажем так, оборзить, это Эсконор, который во время битвы Хаоса стал одним из самых основных героев ПВП. Потому как Эска именно самолично в Соляново выдает очень хороший дэмэдж. И да, в битве Хаоса берете трех рандомных людей. Может быть, некоторых не рандомных, в основном, просто трех рандомных людей. Эсконора, и вы выигрываете битву Хаоса, если вам очень быстро зашел суперприем, а против вас, ну, команда, которая очень быстро не убила Эсконора. То есть, как-то таким макаром это все дело работало на этой битве Хаоса. И да, он прикольный. Это не ССРный герой, это старый герой. То есть, ему можно было, можно особо даже не делать ему шкаф. Вот. Он сам по себе неплохой. Шестой ультимейт, в принципе, можно было собрать, потому что это обыкновенный, это не фестивальный герой. И это не сезонный герой. Это старый обыкновенный герой, который вроде как даже есть в гарантированных ССР билетах, откуда он тоже весьма неплохо падает. Вроде бы как он там есть, я точно не помню. А да, реально, вот смотрите, он там есть. Поэтому достать, в принципе, Эсконора и сделать ему ЛР прокачку, в принципе, можно. Но для этого нужна какая-то полноценная, хорошая команда людей. Вот. То есть, Эска в ПВП требует огромных ограничений в плане того, что у вас должна быть формация, которая основана на людях. Вот. Де-факто, это какой-то коллаб Леви. Он очень хорошая тема. Ну, сейчас, на самом деле, не самая лучшая идея, но всё равно весьма неплохо. Вот. Но основная идея, как раз, сейчас в том, что вам нужна, скорее всего, какая-то безумная Рокси. Это сезонный герой. Да, он иногда встречается в витринах, иногда он падает. Но, нужен релик. Это тоже не самая простая тема, которую можно сделать. Вот. Это нужен релик. Это нужен какой-то ультимейт. Это нужен какой-то шкаф. Потому как это ПВП-герой. Вот. Это не какой-то там ПВЕ-герой, которым можно шкафом пренебречь. Это ПВП-герой. Притом очень сильный ПВП-герой, которому нужна прокачка. Это нужен светлый бан. И желательно тоже, наверное, с каким-то хорошим ультимейтом, потому что Эско со светлым баном очень классно играет. Потому как синергия идёт уникальностей, уменьшение входящего урона, дополнительно исходящий урон. Мы играем в плотность, нас тяжело прибить, а мы салатаргетно очень быстро кого-то забираем. То есть Эско в плане от команды людей в ПВП нашёл своё место в ПВЕ. Ну, гильдийный босс один раз ударил на топовые очки с Калабной Микасой. Пожалуй, это всё. Но больше он не юзабилити. Типа в этом-то проблема, что он вроде бы как очень классный и интересный, но он просто ПВП-герой. Его можно юзать в этом. Выбор команды. Я немножко его юзал в смертельном поединке на Бельмота, вот здесь. Вот. Ну, обычно я сюда ставлю Заратарса, потому что он более стабильный, более надёжный. Хотя Эско своим суперприёмом тоже весьма неплохой дэмэдж выдаёт на Бельмоте. Но проблема в том, что Эску и здесь можно заменить. Это не самый важный юнит. Гильдийный босс, да, окей, хорошо. Он там один раз заигрался на одной сложности. Всё? Ну, то есть, бестовнипов. То есть, та же самая проблема, которая была до этого вот с Миллиодасом, которого мы только что смотрели. То есть, что Миллиодас, что Эсконор, они на данный момент выступают исключительно ПВП-героями. А мета ПВП меняется и очень сильно меняется. То есть, если буквально до Калаба, до Хейли, всё остальное, у нас были сплошные демоны. Во время Калаба с Титанов вышли люди, и люди вдруг стали мейновой пачкой через как раз вот этого вот зелёного Леви. Вот, потому как они очень неплохо и быстро разбирали формации. Вышел, вышла Хеля. Демоны ушли с меты. Вот, начали играть люди и неизвестные. Потому что люди через Леви очень быстро снимали провокации Тюра и могли быстро убивать вот эту вот как раз Хелю с едой, но уклон, неважно. Леви всё равно это всё делал очень красиво. Кайтил и убивал. То есть, демоны ушли неизвестные, бодались против людей. Но вышла Альбеда, которая просто выгнала практически всё с меты, кроме неизвестных. Вот, и на данный момент единственная команда, которая очень хорошо сможет против неизвестных тягаться, это Архангелы. Вот, с новой Эларной Маргат, о которой мы поговорим чуть попозже. Вот, и знаете в чём самый большой рофл, прикол? Что Эларная Маргат выходит до фестиваля. То есть, у нас витрина на данный момент выхода с Элатой. То есть, это не фестивальный герой, это просто герой перед фестивалем. И после Элаты у нас появится фестивальный герой, который по идее как должен сломать, перевернуть мету, тому подобного плана. Плюс у Маргат есть очень большие, но и ограничения. В плане использования, в плане её команды. Вот, то есть, у неё тоже есть свои приколы. И, скорее всего, Элара Маргат даже в PvP. То есть, да, я немножко забегаю вперёд. Даже в PvP себя не особо хорошо проявит. Возможно, первые две недели. Возможно. Но это не точно. Вот, то есть, Эсконор, лично моё мнение, то, как он сейчас хорошо себя, в принципе, показывает. И то, что он может, там, иметься топорами, занять хорошее, там, место, например, там, пойти по хорошему минстриху в, вот, этим, битве хаоса. И, в принципе, против неизвестных он может немножко поиграть. Я давю ему третье место, потому что в PvP он не самый слабый герой. Но всё ещё очень большие требования к нему, всё ещё очень много от него надо, и ему нужна прокачка. Вот, ему, так же самое, как и Ло Ствейну, нужна прокачка для того, чтобы он выдавал что-то хорошее. И, да, типа, в принципе, в хпдфном сете нужно чекнуть его БК. 72,9 тысяч БК. Вот. Это Эларный Эско. Хороший, но не лучший Эларный герой. Вот. И дальше я, наверное, пойду сразу по Элар Лиске. Вот. Потому как это не PvP-герой. Хотя в PvP она тоже юзается. Но это не PvP-герой. Хотя в PvP она тоже юзается. Так, дайте ей хпдфный сет какой-нибудь. Вот. С Лиски. 72 тысячи БК. Самая слабая БК среди всех Эларных героев. То есть, по факту, да. Самый слабый среди всех Эларных героев в плане БК. Но есть одно очень большое но, которое выделяет ее среди всех остальных Аларных героев. Это PvE-юнит. Объективно, это очень крутой, классный PvP-юнит. PvE-юнит. Вернее, не PvP. А PvE-юнит. Потому как ей не нужен ультимейт высокий. Она, в принципе, дает весь Валуев через свою уникальность и реликвию, которая увеличится за характеристики на 15%. И это очень жирный бурст под ее-то уникальность, который увеличит базовые статы. То есть, это финальный босс. Может быть, пока еще не появился финальный босс именно под Лиску. Но я думаю, в дальнейшем появится. Вот. Это, в принципе, неплохой хил. Это бафы. Это усиление команды до 30% базовых характеристик. То есть, мы можем вполне спокойно взять эту мелкую ЛР-ную Лиску, пойти сюда, и можно собрать формацию и отмутузить всех четырех. Бестов вообще без проблем. Но основная идея как раз учается в том, что нитхёга можно мутузить практически по КД. Я сейчас не буду выбирать, понятное дело, беста. Потому что сейчас выйдет новый режим. С завтрашнего дня вроде бы как в обнове будет новый режим, и мы его там уже потыкаем. Вот. Поэтому сейчас я не буду выбирать себе беста, но нитхёг проходится с ним идеально. И, в принципе, если посмотреть, наверное, того же самого Нагата, я попробую так же самое, как и он, в первый день загриндить в самую легкую сложность все три этажа нового режима по бестам. А новый режим по бестам выходит вот уже как бы, извините меня, в этом патч-ноуте, то есть с этой обновы. То есть, все три этажа нужно будет как бы загриндить. То есть, все три сложности, все три этажа. Не уверен на вторую, третью сложность, конечно, но первую сложность через Архангелов пройти можно. Вот. И да, там основная идея не вот новой Эларной Маргарет, потому что можно и без нее пройти. Вот. А вот именно в самой Лиске, которая дает плотность, которая дает... Сейчас. Которая дает плотность, которая дает базу, которая дает выживарити. Притом, очень неплохой выживаритель для нашей команды, у которой есть неплохой баф на оборону со снятием ослаблений. Это тоже классная тема для разгона той же самой Маргарет. Вот. Сам по себе персонаж получил дичайшее усиление в плане характеристики, в плане скиллов, по сравнению с тем, какая она была до этого. И да, это будет как бы немножко не в тему, но это самый сильный герой среди всех Эларных героев. Лично, мое мнение, потому как она дает наибольший валуев для разгона аккаунта, и при этом она не выпадает из меты, потому как это очень классный ПВЕ юнит. ПВП, мета всегда меняется. То есть, демоны, люди, неизвестные. Сейчас, возможно, Архангелы заиграют через ультраши и очень плотную Маргарет. Но это до фестиваля. Сейчас выйдет фестиваль, он, скорее всего, тоже как-то мету перевернет. Может, даже Альбедо немножко уйдет на некоторое время. Может, вернутся опять демоны, если демоны вернутся. Да, сейчас поговорим про это по этому поводу. Вот. Короче, Эларная Лиска, она лично мое мнение. По тому валуеву, который она дает для аккаунта, она дает наибольшее развитие вашему аккаунту. То есть, не какие-то там другие герои, а именно вот Эларная Лиска. Вот. Потому как она юзается практически на всех. Гильдбосс, пожалуйста, тоже можно ее и формить вполне спокойно. Она дает очень хороший валуев. Бестов, да, нам надо бесты. Нам нужна какая-то хорошая формация под Нитхиогой. Например, не у всех, далеко не у всех есть Красная Маргарет, но ее можно заменить той же самой Эларной Лиской. Вот. Новый режим с бестами. Тоже очень классно. Проходите, пожалуйста, через Эларную Лиску. Может быть, у вас получится пройти лайтовую сложность все три этажа. Может, не получится, конечно, но может и получится. Знаете, тут как бы плавающая. Плавающая тема. Вот. Но Эларная Лиска очень сейчас крута. Поэтому, если у вас встает выбор между сделать Элар Лиску, либо какого-то другого Эларного Героя, я, лично я, наверное, типа, если что, кидайте у меня шапками, но я все равно скажу, что делайте Эларную Лиску. Может быть, у вас не будет метовой ПВП команды. Вот. Но у вас будет очень хороший фарм в плане ПВЕ, усиление в плане ПВЕ. То есть, те же самые Бесты, те же самые Гильдбасы, например, те же самые какой-то там ПВЕ-контент еще другой. То есть, Лиска крайне популярный герой сам по себе. Вот. А даже в ПВП с Архами она играется за то, что дает, в принципе, какую-то плотность, и у нее есть баф для усиления героев. Вот. И переходим уже полноценно к новому Эларному Герою. Новому это Эларная Маргарет. Разница между обыкновенной Маргарет и новой Маргарет это сабстаты. Небольшое изменение. Сабстат вот здесь. Она будет здесь себя чувствовать намного лучше. Вот. Все. Ну и БК побольше. То есть, у нее будет чуть больше выживалики. Но по факту это все. Ее атака, чуть-чуть добавили проценты и сделали ее дебафной атакой, которая уменьшает сопротивление криту оппонентов. Вот. То есть, по ним можно чуть больше критовать. Но. Да, дэмэджа здесь может быть много. Вот. Но все равно нет. Баф практически вообще не претерпел изменений. То есть, он на первом раунде как был, так и на первом уровне. Как был, так и остался. На втором он получил тут вроде 5%, тут вроде 10%. Да, это вроде бы как много, но не столь критично. Реально не столь критично. Вот. И третий баф тоже здесь просто получил на плюс 60%. То есть, плюс 10% здесь и плюс 10% здесь. То есть, особых изменений в плане новой маркет кроме БК нету. Так само по ультимейту. Она просто дает дополнительно 50% при шестом ультимейте. Дополнительно дает 50% доп наносимого по врагам урона. И все то же самое. И все то же самое. Вот. Вот. Девят, в этом-то рофл, что новая маркет, она очень неплохо сейчас войдет в пвп мету. Вот. Потому что она плотная, она хай БК. Вот. Архангелы хай БК. Вы перебиваете, например, тех же самых неизвестных по БК. Рашите быстро свои суперприемы. Вот. И просто добиваете врага через суперприемы. Но что нужно под эларную маркет, например, если вы захотите поиграть в пвп? Маэль. Без Маэля она играться не будет. То есть Маэль это один из основных героев для вашей новой элар маркет в пвп. Просто банально в пвп. Вот. Но, извините, Маэль нужен тоже как бы шестой ультимейт. Там фулл шкаф. Желательно какой-то хороший фулл кост. Вот. Ну. То есть экипировка, костюм, прокачка Маэля, который был только в одной витрине. Который был очень давно в одной витрине. Вам особо не поможет. То есть это первый момент. Второй момент. Извините меня. Скорее всего, даже не эларная лиска, как третий слот. А возможно, либо красный тармель в основу. Которого, в принципе, легко катить через инфект. Вот. Либо же, извините меня, пожалуйста, имейте где она. Где она? Вот. Хорошую богиню Элизабет. Имейте хорошую богиню Элизабет у себя на аккаунте. Вот. С хорошим суперприемом. Потому что 1.6 суперприем никого пугать не будет в пвп. Вот. Вполне возможно, не будут щекать ваши суперприемы. И поэтому не будут особо в него биться. Но 1.6 суперприем особо Валуева не дает. Есть щиты. Неплохие. Есть неплохое оглушение от лиски. Вот. Это хорошая тема. Но в пвп сейчас, на данный момент, будут ролять плотность. И, извините меня, очень хороший ультимейт от Моэля. И от лиски. Для того, чтобы быстро собирать эти суперприемы. И вайпать команду оппонентов через, например, те же самых неизвестных. Но это может сыграть. Идея того, что вот это 3 персонажа основы. Элар, Маргарет. Моэль и лиска. 4 слот. Либо новая элата. Которую вам придется покрутить. Покачать ей внешку. Покачать ей хороший суперприем. Поставить ее 4 слотом. Можно без внешки. Без суперприема. И ставить ее так же самым 4 слотом. С 1.6 без внешки. Но, извините меня. Тогда у вас будет бка меньше. И вас могут перебивать другие неизвестные. Которые от первого хода могут немножко так навалять вашим архангелам. Совсем малость могут навалять. Вот. Либо же, извините меня, качайте 3 стана, как 4 слот. Потому как... Ну... Все же качали и крутили 3 стана. Потому что это очень важный герой. Вот. И все покупали ему фулл шкаф, чтобы у него был. Качали его для того, чтобы у вас тоже был первый ход. Иначе бка у 3 стана тоже не особо много. Как 4 слота. И вот эти все вложения в архангелов. Могут не укупиться. Потому как дальше у нас выходит фестиваль. И, например, если там будет какой-то фестиваль короля хаоса. Артура. Заиграют люди. Какую-то Мелиодас. Новый король демонов Мелиодас. С королем демоном Зелдрисом. Демоны вернутся на арену. А извините меня. Если архангелы с новым эларной Маргарет заиграют. Они выгонят Хелю, которая выгнала демонов. С арены и демоны вернутся. А против демонов у архов тоже не самые большие шансы. Вот. Они у него есть, конечно, понятное дело. Но не самые большие. То есть демоны очень себя кайфово чувствуют против архангелов даже с эларной Маргарет как таковой. То есть Маргарет, если брать именно ПВП контент, неплохо. Вначале задаст темпа против неизвестных до фестиваля. Эларный герой на 2 недели. Лайк. Вот. Это первый момент. Второй момент. В ПВЕ контенте. Возможно, она в ПВЕ контенте себя лучше раскроет, но извините меня, если бы ей сделали уникальность, которая бафает 8 на 5, это 40%, например, на 60%. Окей, хорошо. Я взобрал бы свои слова назад. Маргарет была бы очень сильным героем. Но у нее нет больше 40%. У нее все еще остается 40%. И дополнительно, что она получает с элар прокачки, это 20% шанса крита и крит урона для наших союзников. Там по какому-то определенному проценту за каждый снятый дебаф с нас. Все. То есть мы получаем эларную Маргарет на 20% шанса крита и крит урона немножко сабстат. Все. Чуть переделали первый скилл. Второй скилл чутка улучшили. Ультимейт чутка улучшили, не более того. В этом-то и проблема, что на данный момент Маргарет, которая получает свои усиления, она получает их, ну, мизер. Максимальный мизер. Меньше, чем все остальные эларные герои. И со мной могут поспорить. До этого Люда Шейль не игралась как таковой, потому что ее очень быстро забирали. Если вы хотите поиграть за Маэля в ПВП, вы берете Люда Шейля. Маргарет. Синюю. Все. И она играется там плюс-минус хорошо. Да, сейчас Маргарет станет чуть более выживарити. ОП. Но это все. Плюс архов всегда можно было взять с этой Маргарет. Возможно, для ПВЕ контента новая эларная Маргарет будет намного сильнее, чем обыкновенная версия этой Маргарет. Нет, ребят. Вообще нет ни разу. На гилинном басе нужен просто баф. Все. Не более того. На каком-то бесте, например, на том же самом Змея. Лучше красная, потому что она сразу дает 40% базы. А синюю Маргарет придется разгонять. И даже если мы разгоним новую Маргарет, она особо больше Валуева по сравнению с красной версией не даст. От слова совсем не даст. Возможно, новый режим бестов заставит Маргарет чуть больше поиграть. Да нет. В принципе, нам главное отмаркать просто 40% базы под эларной лиской, которая, извините меня, если у вас не будет эларной лиски, у вас архангелы не будут особо играть на этом новом режиме, если вы попробуете пройти хотя бы первую сложность на архангелов. Они не будут играть, потому что нужна именно хай-прокачка. Именно лиска. Именно вот она дает выживали эти Ивалуев архангелов в вот этом, типа, режиме новом. Все. То есть никакая эларная Маргарет вам не поможет пройти новых демонических бестов. Я, может быть, даже попробую пройти сразу с обыкновенной Маргарет, не эларной. Но у меня просто сам по себе аккаунт очень заряженный, поэтому я думаю, у меня получится пройти. Вот. Но все равно буду проходить с эларной лиской, потому что она очень хороша, в принципе, везде. Вот. Поэтому, да, по сравнению с остальными героями, которые у нас есть в игре на данный момент, элар Маргарет смотрится как самая слабая эларка сама по себе. То есть, если я говорил, что лиска это топ-1, имел, например, топ-4, топ-3, Маргарет можно было, в принципе, поставить топ-2, потому что она сама по себе весьма юзабилити в PvE-контенте, и она имеет больший валуев, чем, например, то же самое Эсконор в PvE-контенте. Ну, в принципе, они с Эсконором наравне. Вот. Очень требовательная PvP-команда. В PvE-активности особо разницы у вас не будет между обыкновенной Маргарет и Алар Маргарет. Поэтому, ребят, первым эларным героем лично я советую делать именно эларную лиску, потому что она чертовски крутая. Она даст вашему аккаунту максимальный бурст. А потом уже, когда уже есть элар лиска, вы можете подумать, либо сделать элар эсконора, если вы хотите поиграть на людях, и у вас там есть неплохие заряженные, например, светлый бан, либо какие-то другие, синяя рокси, например, вот, какие-то другие заряженные люди, с которыми вы бы хотели поиграть на эсконоре. Либо у вас есть заряженные архи, и вы хотели бы поиграть на архах, и тогда вы делаете для PvP-контента лиску, ой, Марго, эларную. Просто для арха, для того, чтобы было чуть больше БК, и больше шансов против неизвестных и вашего первого хода. Но четвертый слот все еще у Архангелов крайне слабый. Это либо новая Элата, либо Тристан. Выбирайте. Скажем так, оба персонажа крайне лоу-БКшные, и... И да. Ну и на новый режим бестов лучше все же иметь эларную лиску, нежели не иметь ее, а иметь эларную Маргарет. Поэтому эларка, лиска, вам подойдет всегда. Вот, а дальше делайте выбор. Либо Маргарет, либо Эсконор. Можно, в принципе, и мелочь сделать для команды фестивалей, хай-БК, первого хода, но они будут играть хорошо, наверное, против Архангелов. Вот, они могут хорошо сыграть против демонов, потому что демоны не особо быстро разгоняются, и мы можем против демонов это неплохо использовать. Которые вернутся на арену, если, например, эларна Маргарет выдавит неизвестных с ареной. Хотя это вряд ли. Но просто нужно подождать следующий фестиваль. И если Маргарет, Эсконор и Лоствейн, их валуев в игре, в принципе, то, что вы их сделаете, варьируется от того, какая мета сейчас в PvP, и играют ли сейчас демоны неизвестные, либо там люди лучше всего, и новый фестиваль усилит какую-то из вышеназванных фракций, скажем так, в игре. Вот, то Элар Лиска будет играться всегда. Поэтому мой выбор, Элар Лиска, даже 1.6, даже без внешки качаной. Вот, она будет хорошим персонажем, хорошим саппортом, хорошим усилением для вашей формации. Даже 1.6 без внешки. Она даст тот валуев, тот необходимый валуев для развития вашего аккаунта. Всё, ребят. Такого разговорного плана получился видос. Очень сумбурный, очень непонятный. Можете ставить дизлайки по этим видосам, если он вам не понравился. Но я хотел рассказать лично своё, субъективное мнение по поводу всех четырёх новых Эларных героев. И кому, в принципе, давать Элар прокачку. Вот, ребят. Спасибо за внимание. Спасибо за компанию. С вами был Гамбит. Пишите ваши комментарии, если вы со мной не согласны. И почему вы со мной не согласны, тоже пишите. Не просто я с тобой не согласен, Гамбит. Почему? Вот, тоже это пишите. Будет интересно почитать ваше мнение. И заодно другим зрителям тоже будет интересно почитать ваше мнение в комментариях по поводу вашего выбора. Вот. Ну и да, ребят. Увидимся на стримчиках, либо в каком-то другом видосе. Подписывайтесь. Здесь будет ещё много контента. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.